Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Что будет в новой серии сериала? Сериал продолжается со всем своим азартом. Во-первых, мы оставили после себя еще одну серию, причем одну из лучших серий сезона, и даже самую зрелищную серию сезона. Поскольку мы медленно движемся к финалу сезона, также была объявлена дата финала сезона. Финал сезона сериала «Елый Чапкини» состоится в пятницу, 7 июня, если не произойдет изменений. Итак, можно сказать, что до финала сезона сериала осталось всего 11 серий. Как я уже говорил, в 74 или 75 серии сериал возьмет паузу, а в сентябре стартует третий сезон. В этих последних 11 сериях мы не увидим моментов чистого веселья и счастья, подобных этой последней серии. Потому что теперь пришло время врагам сделать ход. Ифакат, один из врагов внутри особняка, на этот раз полностью потеряла сознание. Но как будто сейрана было недостаточно, в особняке поселится еще и тетя Хат-Туч, которая пошатнет ее авторитет, и она будет делать ходы из множества ветвей, чтобы снова взять под контроль веревки. В этой части главными помощниками Ифаката, в особняке, будут Суна и Асуман. Беннур Кая, сыгравшая роль Нукета, согласно сценарию, покинула сериал в последней серии. Нукет в последний раз попрощалась с Арханом и уехала на лечение в Америку. Тот факт, что Нукет не прощается с сыном Каей, является знаком того, что она снова вернется в сериал. Так что Нукет в этом сезоне больше не появится и вернется в сериал в новом сезоне. Короче говоря, персонаж Нукет не покинула сериал навсегда, она выздоровеет и вернется в сериал очень сильным образом в следующем сезоне. Помимо Нукета, будут имена, которые полностью покинут сериал. Я уже говорил, что среди этих имена есть персонаж Пелин. Пелин скоро умрет и покинет серию, сыграв свои последние роллы. Вместе с Пелин вскоре после этого с сериалом попрощаются Перил, Сёртер и Зерин. Но помимо этого, с сериалом попрощается еще одно бомбическое имя. Я уже много раз говорил с вами, что обычно самым большим прощанием в сезоне будет Эсми. Однако болезнь Эсми так и не была затронута, и скорее всего, эта болезнь была перенесена на более поздние серии или даже на следующий сезон. Так что, судя по нынешнему сценарию, прощание Эсми в этом сезоне могло быть отменено. Итак, если Эсми не умрет, с кем станет самым большим прощанием в этом сезоне? Ближе к концу прошлого сезона персонаж Фуат, один из главных актеров сериала, внезапно умер и попрощался с сериалом, и это было самое большое прощание в сезоне. В этом сезоне я говорил вам, что другой участник основного состава, такой как Фуат, попрощается. Как я уже сказал, обычно прощаясь, зовут Эсми. Но поскольку в последнюю минуту сценарий меняется, героиня Хат-Туч попрощается с Эсми. В этом последнем эпизоде мы узнали о шокирующем плане Ифаката по предотвращению авторитета Хат-Туча, которая начала выйти замуж на Халес-Аге и станет хозяйкой особняка. Ифакат открыто заявила, что убьет Хат-Туча и не позволит ей стать правителем особняка. К сожалению, Ифакат достигнет этой цели в следующих сериях. Другими словами, она обеспечит смерть Хат-Туча. Персонаж Хат-Туч станет самым большим прощанием в этом сезоне. Прежде чем тетя Хат-Туч умрет, она передаст управление особняком Сейрану. Но Суна сделает все, чтобы предотвратить это. Таким образом, мы станем свидетелями борьбы Суны и Сейрана за право стать хозяйками особняка. Итак, в следующих сериях мы увидим еще больше красивых сцен в особняке. Но тут в особняке разразится страшная война. В особняке воцарится хаос, и как сказали актеры сериала в начале сезона, мы будем наблюдать за великой войной внутри особняка. Как я уже сказал, многие люди пострадают в войне внутри этого особняка. Тетя Хат-Туч будет одной из тех, кто пострадает. Очень плохие вещи произойдут даже с Сейраном. Собственно, признаки этого были даны в последней серии. В нашем следующем видео я расскажу об этой теме и еще о многих советах, которые никто не замечает. Не забудьте написать свое мнение в комментариях, подписаться на мой канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!